День за днём множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого. Ток-шоу. Главная тема. Самотестирование. Эксперты убеждены, один из верных путей борьбы с ВИЧ-инфекцией. В оптичной сети уже сейчас можно приобрести экспресс-тест и буквально через полчаса знать свой ВИЧ-статус. Для Гомельщины проблема особо актуальна. Именно в нашем регионе проживает большая часть ВИЧ-инфицированных. Касается даже тех, кого не касается. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Председатель экспертного совета информационной стратегии по ВИЧ-СПИДу в Республике Беларусь, специалист по работе с общественностью и коммуникации ЮНЕЙЦ в Беларуси Сергей Крученин. Сергей Вячеславович, добро пожаловать. Посол доброй воли ЮНЕЙЦ в Беларуси, телеведущая Светлана Боровская. АПЛОДИСМЕНТЫ Светлана. Рад видеть. Генеральный директор Гомельского предприятия «Формация» Людмила Сапега. АПЛОДИСМЕНТЫ И исполняющий обязанности заведующего отделом Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Иван Макиша. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня достаточно много поговорим о самотестировании на ВИЧ, ну а пока, наверное, правильнее будет рассказать об общей картине о ситуации по инфицированию в стране. Сергей Вячеславович. Ну, во-первых, надо сказать, что если во всем мире тенденция идет над контролем, над заболеванием, над эпидемией ВИЧ-спида, и это даже в таких регионах, которые раньше это было достаточно остро стоял, вплоть до Африки и так далее, то сейчас самая главная проблема, что рост еще продолжается в Восточной Европе и Центральной Азии. То есть у нас с вами там, где наш регион. Я бы там спросил, очень важно рассказать, какая ситуация у нас в стране и в Гомельской области, чтобы люди не думали, что вот проблема, это касается кого-то там, где-то далеко, точно не в нашей стране и не на нашем континенте. Ну, вы знаете, оно как бы, как называется наша компания информационная, касается даже тех, кого не касается. И если, например, традиционные многие люди считают, взрослые люди, что проблема ВИЧ-инфекции, это, в первую очередь, проблема молодых, это глубокое заблуждение. Это касается всех. И очень часто бывают такие курьезные встречи, когда мужчина лет сорока и старше подходит во время нашей акции, говорит, ну так скажите же, ВИЧ же не передается после сорока. Еще как передается. И это подтверждает статистические данные. В первую очередь, например, это и полностью по нашей стране, и я знаю по Гомельской области, я думаю, что вы подтвердите. Что сегодня в Гомельской области? 19 человек старше 60 лет были выявлены в этом году. Старше 60 лет? Старше 60 лет. Эти люди точно были уверены. Подождите, наверняка они не наркопотребители. Половой путь передачи. Половой путь передачи. Последний взбрыг, так сказать. Вы знаете, святых нету, так святых нету. Поэтому действительно касается всех. Касается даже тех, кого не касается. И все же яркая цифра в тему разговора. Какого количества людей в Беларуси касается это вот... Коснулось. Коснулось уж точно. Коснулось. Это 18,5 на 1 сентября нашего года 2017. 18,5 тысяч. Сергей Вячеславович, но это же ведь... Те, которые проживают, это официальная статистика. Эксперт утверждает, что для того, чтобы знать реальную картину, необходимо... Да, есть оценочное число. Оценочное число. Ну и в принципе, так как надо сразу сказать, что Беларусь делает достаточно много. Это усилия и международных организаций, и министерств здравоохранения, и органов власти, и вообще общественных организаций. И здесь, например, на данный момент оценочное число, это 22-23 тысячи примерно. Так, то есть в принципе, но тем не менее, около тогда 5 тысяч человек, которые имеют... Ходят себе спокойно по городу и даже не догадываются. Спокойно такая, спокойно ли они ходят. Потому что, вы знаете, как правило, человек подозревает всегда, что что-то такое было. Другой момент, что он не идет дальше, не получает непосредственно консультацию врача, не делает тест так, не идет... Считает лечение, что гибернеобходимо... Иван Сергеевич, и все же, так, кто же сегодня в группе риска? Я так понимаю, это уже далеко не наркопотребители-подростки, а в том числе и достаточно благополучные люди старше 35-ти? Из того, что мы выявили вот в этом году, основной процент заболевших – это люди в возрасте 30-45 лет. Порядка 40% из них – это рабочие. Тоже до 40% – это лица безопределенной деятельности. То есть это тот, кто перебивается какими-то случайными заработками или выезжает на работу за рубеж. Но это ведь еще и сельское население в последнее время об этом очень много пишут. Почему? Сельские жители тесно общаются. Проще относятся к проблемам. Иногда злоупотребляют психоактивными веществами, доступными для нас, алкоголь и прочее. Во-первых, даже не надо говорить про психоактивные вещества. Весьма простые отношения. Алкоголь. Мы забываем про такой элемент снятия контроля за поведением. Алкоголь, который играет как спусковой механизм. И естественно, давайте честно будем говорить, что старшее поколение, особенно сельской местности, плохо представляет, что такое презерватив. Иван Сергеевич, в самом начале программы я говорил о том, что тема действительно касается Гомельской области больше других регионов. Именно в нашей области, именно в Гомельской области, проживает значительная часть ВИЧ-положительных Белоруссия. Порядка 7 тысяч. Вы наверняка неоднократно вместе с коллегами задавались вопросом, почему именно наш регион? С течением ряда обстоятельств в 96-м году в Гомельскую область попала партия инфицированной наркотической жидкости. В тот год было выявлено порядка тысячи заболевших жителей Светлогорского, Октябрьского и Жлобинского районов. И с тех пор из-за большого числа потенциальных источников инфекции и эпид-процесс сейчас развивается более интенсивно, чем в остальных регионах. До сих пор, как только начинаем говорить о ВИЧ-спид, на слуху с языка не сходит Светлогорский район. Как ситуация развивается сейчас там? Меняется и в Светлогорском районе, и в области в целом. И тем не менее Светлогорский район по-прежнему для Белоруссии это лидер по ВИЧ-инфицированным. За 8 месяцев этого года там число выявленных снизилось в 2 раза. В Гомельской области примерно на 21% по сравнению с прошлым годом. Иван Сергеевич, буквально коротко, достаточно много в последние несколько лет в регионе говорят о тотальном скрининге, исследовании населения. Какие первые результаты можно озвучить уже сейчас? Насколько действенным оказался этот метод? Ну, это не совсем тотальный. Мы выбрали районы, где число лиц, живущих с ВИЧ, превышает 1% среди всего населения или в отдельных возрастных группах. В таких районах, это с 2013 года было 6 районов, в этом году добавили еще 8 регионов. В них врач, человеку, обращающемуся за медицинской помощью из подходящей возрастной группы, настойчиво предлагает пройти обследование на ВИЧ. Из 392 выявленных в этом году случаев ВИЧ-инфекции у нас в области, 106 были выявлены в результате вот такого дополнительного скрининга. То есть, благодаря этому тотальному скринингу, тотальному обследованию, исследованию, мы, конечно, немножко здесь, в Гомельской области, статистику подпортили. Но все-таки это ради такого дела? Нельзя сказать, что подпортили. Считается, что каждый выявленный случай ВИЧ-инфекции, которому потом назначено лечение, позволяет предотвратить до 3 новых случаев инфицирования. С начала 90-х, как только не менялось наше отношение к проблеме ВИЧ-спит, как только не называли, чума 21 века, что еще? Чума 20 века, 21 века, смертельная болезнь и так далее. Светлана, как считаете, вот эти страшилки сегодня, чем так опасны? Они опасны тем, что, знаете, как мы перестаем замечать, когда у нас в квартире, например, ободрались обои, да, и мы их долго не приклеиваем, и как-то уже привыкли. Сначала думали завтра, на следующей неделе, а потом как-то привыкли, и уже мы не замечаем, что они оторваны. Вот так произошло с плакатами. Ну, висят какие-то запыленные, вот моя бабушка живет, вот деревня, вот проселочная дорога, а вот плакат, которым уже... То есть это как ромашки на лугу. Вроде и в школах информации много, и на улице, и по телевизору. Да, мы не преодолели страх, и лучше бы мы преодолели, или не преодолели. То есть, а так происходит момент равнодушия, безразличия. Слушайте, ну я порадовалась то, что Иван Сергеевич сейчас сказал, хочу об этом сказать, про Гомельскую область, о том, что о молодежи-то... Мне кажется, вдруг, что подростки, в силу того, что мы несколько лет уже ездим и так активно информируем, говорим, встречаемся, и мы, и наши коллеги, что они более информированы, и может быть, именно они должны рассказать мамам, папам, бабушкам и дедушкам. А так, честно, наверное, и бывает, но... Я поняла у вас в Гомеле, что это такой хороший перехлёст. Может пойти, что именно молодые люди начнут прогрессивно об этом рассказывать, потому что они больше знают и слышат. Новая программа «Расскажи своим родителям». Не равный равному, а равный старшему. Действительно, информации много. Как выбрать главное, когда вот в рамках проектов «Юнейдс» в Беларуси слышишь ответы ребят, информацию о том, что они до сих пор убеждены, что укус комара может заразить человека вирусом? Вы потрясающе сказали. Вот именно почему-то про укус комара очень часто, это уже такая притчевая язык. Может, комара нужно на Белгору? Так вот я сама даже часто, вот когда, проходя, я очень много встречаюсь. Хорошая идея. Например, буквально на днях, вот я была приглашена к следователям молодым, был методический сбор, где они там сдавали экзамены какие-то 23-25 лет ребятам. И я и там говорила об этом. Ну, потому что, во-первых, к ним приходит тоже и наркозависимая, и ВИЧ-инфицированная. Это как раз тоже их история. А что вы знаете про ВИЧ-спид? Именно с таким достаточно примитивным с виду вопросом на днях на улице областного центра вышла наша съемочная группа. Внимание на экран. Вы знаете что-нибудь о ВИЧ? Да. Да, естественно. Что это? Заболевание, вирус иммуно-инфицированный. Что вы знаете о ВИЧ-инфекции? О, Господи, я знаю, что я и не болею. Это точно. Пути передачи ВИЧ – половым путем, кровью, прибеременность. Но как основные три. Пути только одни, наверное. Половой путь и все. Больше никаких нет. Чем отличается ВИЧ от СПИД? СПИД – это терминальная стадия, когда человек уже полностью, ну, все простыми словами, теряет иммунитет и может умереть от любой сопутствующей болячки. То есть, там, воспаление легких, туберкулез, банальная простуда даже серьезная какая-то может вызвать летальный исход. Ну, мнение расхожее сейчас в обществе царит. Кто-то считает это величайшим заговором 20 века, а кто-то и чумой 20 века. Ну, сложно утверждать, не будучи специалистом, что же это такое. То есть, вы не считаете, что это болезнь? Нет, это иммунодефицит. Но это вирус иммунодефицита или он приобретенный иммунодефицит? Есть ли вообще вирус иммунодефицита? Вот в чем вопрос. Что вы знаете о ВИЧ? Ну, это иммунодефицит. Значит, возникают случаи заражения. Ну, три способа известных заражения. Это, значит, через кровь при введении зараженной крови. Значит, кормящая мать через, значит, молоко, грудное молоко. Ну, и половой, значит, при беспорядочной половой жизни наблюдается возможность ей заражения. Это как рак приблизительно. В общем-то, знают, убирают, что можно умереть. Но как точно бороться, не знают. А ВИЧ-инфекции, зная, что это крах народа и все, если это будет продолжаться, это будет конец земли. Надо просто это пресекать на корню. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Я не знал, на что больше обращать внимание. На вашу реакцию или на мнение гомельчан? Саша, я просто в шоке. Спасибо за этот прекрасный опрос. Картина ясна не то слово. Потому что, во-первых, дядечка в рубашечке и в курточке, который... Решил спасать планету. Решил спасать. Крах жизни, это вообще, конечно. А который... Подожди, а что же он сказал с самого начала? Мы тут упали со стульев все. Ну, по типу, что меня это не касается. А, что я точно не болею. А я точно не болею. Свой статус. Не касается даже тех, кого касается. Ладно, дядечка-то, да. А вот парень молодой, красивый, кажется такой прогрессивный. Вдруг он попадает в эту историю ВИЧ-диссиденты, которые отрицают, что это прям заговор, чтобы кто-то денег заработал. И вообще, я не знаю. Но гляньте, сколько в интернете таких мнений. И это действительно нужно назвать терроризмом. Да, это большая угроза. Это большая угроза. Хотя, если, например, у нас ВИЧ-диссиденты не получают трибуну, так, в нашей стране, слава богу. Хотя, скажем так, они не слишком и готовы к открытому диалогу. Да, но, тем не менее, что касается интернета, интернет-форумов там, а их очень много. И, к сожалению, в некоторых странах телевидение, которое у нас идет, там тоже достаточно это распространяется. И главная проблема в чем? Главная проблема, что, когда человек получает диагноз ВИЧ-инфекция, то первая реакция человека на любое сложное заболевание – это отрицание. А то он подходит и говорит, да, этого нету ничего, это выдумано и так далее. И все, и начинают родители не давать детям лекарства. Он не принимает. Мой один приятель, знакомый, хороший коллега, у которого ВИЧ, он уже больше 20 лет живет с ВИЧ, он активист, принимает лекарства, все. Он говорит, у меня было много друзей ВИЧ-диссидентов, их уже нету, тех, у кого был ВИЧ. Остальные, те, которые ВИЧ-диссиденты, у них нет ВИЧ. Они просто излагают эту точку зрения. Мне кажется, в жизни просто есть такое понятие психологии, психотипов, есть 10% людей в мире, которым вообще все не нравится. А есть вот у меня, например, много таких приятельниц, с которыми им обязательно нужно быть против кого-то. Поэтому, если это да, нет, этого нет. А есть еще любители заговора, есть еще любители заговора, то есть, в принципе, говорят, что это заговор фармакомпании. Иван Сергеевич, вот здесь как раз-таки важно, наверное, отметить, что главная задача, главная стратегия лечения – начать то самое лечение как можно раньше. В этом году еще продолжается назначение лечения в зависимости от состояния иммунитета. В следующем году все впервые выявленные будут получать лечение независимо от их иммунного статуса. Потому что вот этот период, когда лечение человек не получает, у него очень высокая вирусная нагрузка и очень высокий риск передачи инфекции своим близким. Что ж, ну а прямо сейчас ждем в студии равного консультанта по ВИЧ-спид Анну Медведеву. Анна, здравствуйте. Подключайтесь к разговору. В чем заключается работа равного консультанта по ВИЧ-спид? В зависимости от потребности клиента. То есть, пришел человек, и на разной стадии принятия диагноза разные проблемы. Задача равного консультанта – помочь в формировании навыков приверженности к лечению. То есть, вы и психолог, и друг, и советчик? Я не претендую ни в коей мере на то, чтобы быть психологом или другом. Если человек работает, то это уже вырабатывается какой-то профессионализм, как и в любой сфере. Но суть в том, что есть разные стадии принятия диагноза, есть разные обстоятельства. И когда человек, ну, давайте пофантазируем, кто-нибудь из персонажей соцопроса, из людей, которые отвечали на вопросы, вдруг покупает в аптеке тест на ВИЧ. На тесте он видит две полосочки. Он приходит, в лучшем случае, в отдел профилактики, если там тест подтверждается. Потому что те тесты, которые последние, они, ну, на основании одного теста нельзя сказать о том, что у человека есть ВИЧ-инфекция. Есть специальный алгоритм. И неважно, слюновые или по крови где-то вот в отделе профилактики, все равно это трижды. Три теста проходят. Но, тем не менее, когда человек приходит с первым положительным ответом, сталкивается, имея вот такой вот уровень информированности, ну, вот что с ним происходит? Он идет в магазин и покупает три бутылки водки. Ну, вариантов много, да. Ну, людей много, вариантов много, тем не менее, как-то это, ну, это очень тяжело. Я к тому, что до тех пор, наверное, пока будут перекладывать ответственность на людей с диагнозом, не повышая там свой уровень информированности, не поднимая там какие-то вопросы важные для себя. Я взрослый человек, мое здоровье, моя ответственность. Ну, будет то, что есть сейчас. И все-таки, Анна, знаю, что вы являетесь разработчиком информационных программ, проектов по ВИЧ-спит в нашей стране. Так как же нужно говорить об этой проблеме? Мы сегодня достаточно много раз задавались этим вопросом. Нет, проектов точно нет. Я тренер, я провожу образовательные мероприятия. Вот мы все время говорим, там, формирование толерантного отношения, борьба за стигмой дискриминации. Все это будет до тех пор, пока у человека не будет ясного понимания, где опасно, где не опасно. Вот если я понимаю, что мне не опасно сидеть рядом с человеком, там, не знаю, пить вместе чай, обниматься, общаться, почему я должна плохо к кому-то относиться, да, там, почему я должна кого-то бояться. Все вот это усугубляется теми страшилками, которые были до того, как у нас была официально утверждена информационная стратегия, да. Вот. Поэтому нужно, на мой взгляд, подавать информацию простым, доступным языком, с очень четкими, чтобы не было вот этих полутонов. Вот, чтобы я понимала, вот здесь вот надо бояться, но не человека, а заболевания. Но заболевания бояться, это нормально. Но, наверное, все-таки тоже перегибать в этом плане не стоит, потому что вот сидит человек с булочкой у телевизора и говорит, я вот тоже жду, а когда мне доступно, расскажут. А вот тут уже ключевой момент с булочкой у телевизора. Я знаю, что если мне что-то интересно, я пойду и найду. Вот именно, потому что самообразование, это тоже очень важно. А тут тоже опасно, потому что... Нет, Анечка, ну это у тебя активная жизненная позиция. А очень много людей инертные, ну и они, может, и хотят, да не пойду. У большинства, у большинства, у большинства. Минуточки, коллеги, я говорила о том, что информация должна быть четкой и корректной и достоверной. Не в интернете непонятно что, потому что много непроверенной информации, много тех же ВИЧ-диссидентов. Вот я пошла в отдел профилактики или я пошла в общественную организацию, и я понимаю, что те люди, которые меня консультируют, они обладают там навыками. Есть вопрос к специалистам. Все верно? Безусловно. Я бы тут не сказал, что есть вопрос к специалистам. Иван Сергеевич, так как же мотивировать человека пройти тест на ВИЧ? Первый раз это всегда сложно. Есть документ, по которому врач перед тестом обязан провести консультирование, где, во-первых, расскажет человеку, что это за тест, расскажет о том, что это за инфекция, и должен попытаться выяснить у него, так сказать, факторы риска поведенческие. То есть были ли где-то рискованные ситуации, где он мог заразиться. И объяснить ему вот целесообразность прохождения этого теста. Светлана, а вы помните тот момент, когда впервые решили пройти тест на ВИЧ? Как это было? Кто подтолкнул вас? Вот он сидит в красной бабочке. На самом деле, вы знаете, я вам скажу, что... Я помню вот такие вот глаза. Я испытала ужасные 20 минут, честное слово. 20 минут ожидания. Ожидания, 20 минут ожидания. Ну как ужасно? Не ужасно-ужасно, а просто волнительно. Во-первых, конечно, я понимаю и знаю свою жизнь, но мне кажется, что это скорее вопрос цивилизации человека и общества, когда я особенно, когда мне уже не 20, не 16 и даже не 30, хочу знать, что происходит в моем организме. Тогда я спокойно бегу и делаю сфору. Меня это не отвлекает. Я хочу знать флюорографию, какая у меня кровь, тест на ВИЧ. Это вообще норма сегодня не дикого общества и не дикого человека. И поэтому те 20 минут, когда я ждала, я вообще... Я помню еще мы с кем-то разговаривали, может даже с Сережей, и Сергей говорит, а вот вдруг вот сейчас вот... Не, не, не со мной, не со мной. Я бы не стал так провоцировать, а вдруг, а вдруг. Возможно, это был равный консультант. Возможно, не будем сейчас называть его. Он мне помогал, да. И мы говорим, а вот если вдруг раз и две полосочки вот... А вот ты выйдешь, ты публично, ты скажешь об этом. Я так задумалась об этом сильно и подумала, абсолютно не блефовала и не иронизировала, что я, конечно, надеюсь, как тот дядечка, спасибо ему, что он был в вопросе, обращаюсь в третий раз к нему, что нет, у меня этого не может быть. Нет. Во-первых, я не считаю, что этого не может быть вообще в принципе. Это может быть... Так может случиться, такие обстоятельства могут произойти. Так вот, я для себя решила, что я публичный человек. И если вдруг, не дай бог, это так, то я подумала, что я бы вышла из этого минивэна, где я сдавал тест, и я бы об этом сказал. Я прямо об этом думала, и тогда это так. Но я, в общем, скажу вам, понимала, что, ну, как вы говорите, я знаю свою жизнь, и я понимала, что вряд ли это возможно. Ой, стоп. В Белоруссии символ информационной кампании по ВИЧ-спит, не только красная ленточка и вся промо-продукция, но и Светлана Боровская. Наверняка у вас неоднократно уже спрашивали, Светлана, зачем тебе это? Зачем тебе это волонтерство? Тема-то не самая простая. Я вам скажу, я вообще уже не стану кокетничать. Все-таки я взрослый человек, и я все-таки 25 лет работаю, как я говорю, на одном заводе, который называется «Большое телевидение БТ». И поэтому вообще я все делаю хорошо, либо я этого не делаю. Вот знаете, если я там точно не смогу, я просто туда не иду. Я никогда как-то не рисковала. Так было с детства. И поэтому это... Зачем мне это? Так произошло все благодаря вот этому человеку, который пришел к нам. И снова возвращаемся к Сергею. И снова к нему, это правда. Но самопиаром это не называли злые языки? Это называют злые языки, но чувство зависти, оно бежит со мной рядом, как моя лучшая подружка, все 25 лет на телевидении. Это нормально. Пусть говорят. Гомель Черчилль, говорите плохо, я же от ваших слов не подурнею, понимаете? Это социальный пиар, и это уже моя ответственность, потому что если я знаю, это я могу, я обладаю кредитом доверия. Понимаете, мне, как говорится, вот мы сейчас проезжали, остановились по дороге в Гомель у какого-то кафе. Мне булочки испекли, разогрели, пирожки, чтобы посвежее дать. Я покупила и ту с витрины-то. И это, представляете, какое нежное отношение. Спасибо вам за это, если вдруг вы увидите этот момент. Потому что нет ничего дороже людского кредита доверия и любви, и я никогда вас не подведу. Поэтому, если я об этом знаю, если я могу вам помочь, вам, кто получил эту проблему, родственникам, мамам, бабушкам, братьям, которые, не знаю, соседям, которые не хотят это признавать, я обязательно вам объясню, где вам бояться, где вам не бояться, как говорила Аня. И я просто обязана это нести, потому что это возможно, что я докричусь в нашей прекрасной, небольшой, но великой стране. И действительно, это тот случай, когда проблема касается даже тех, кого вам не касается. Продолжим беседу с заслуженной артисткой Беларуси, певицей Натальей Томела. Наталья, здравствуйте, рад видеть в студии на Пушкина 8. Что вас привело в волонтерство? Ну, знаете, как говорили уже все гости здесь, и Светлана в частности, конечно же, это не безразличие. Хочется, чтобы люди наши были образованы, потому что мы же живем в большом мире, 21 век. И вот это меня не касается, это неправильная позиция, нужно, чтобы касалось, касалось всех. Да, 20 минут ожидания, но ты уверен, что все в порядке, а у кого-то нет, так помочь. А у вас были уже эти 20 минут ожидания? Вы прошли, Татьянович? Да, все нормально. Поделитесь впечатлениями. Нет, Саша, вы знаете, прошел год, она артистка красивая, талантливая, везде много ездит. Давайте еще раз сейчас сделаем. Вот давай сейчас еще сделаем. Да не вопрос. Год же прошел. А вот, вы знаете, у Сергея на готове всегда с собой. А у него всегда с собой, да. Случайно роги, я спускаю. Случайно роги. Подойти к вам? Конечно. Ну, заодно, не только для Наташи, но и для всех телезрителей. Во-первых, скажи, что ты добровольна. Ну, я добровольна, но пусть мне сделает мужчина. Начинается. Не ревнуйте. Сергей, расскажите алгоритм действия. Значит так, вот алгоритм действия следующий. Есть вот эта лопатка. Нужно ей провести по деснам сверху, снизу, собрать ротовую жидкость, чтобы она стала мокрая. Пожалуйста, сделайте это сами. Делаю. Прям хорошенько так все поскребит. Хорошо. Хорошо видно оператор, товарищ оператор. Отлично. Даже если оператор не очень хорошо видно, то все планы под контролем держат. Сейчас мы опускаем это сюда. И дальше, как правило, например, когда мы проводим на каких-то акциях самотестирование, подписываем здесь какие-то инициалы, которые говорит нам человек. Ну, любые. Мы же не спрашиваем паспорт. Нет, мы сейчас можем написать заслуженная артистка республики. Да, вот, да, вот прямо и так далее. Ставим вот этой стороной. И потом мы, в принципе, даже во время акции мы сохраняем непосредственно элемент конфиденциальности. То есть мы отдаем тест, соответственно, вместе с листовкой, где он может интерпретировать. Если будут вопросы, мы поясним. Если нет, человек сам принимает решение. Видите, она вроде все знает, а так немножко так заволновалась. Я-то ее давно знала. Конечно волнуется. Сергей, расскажите, как узнать результат через 20 минут. Так, ну это нужно время немножко, там где-то раньше будет появляться. Так, вот если полоска появляется одна, верхняя, верхняя, так, то значит тест отрицательный. И после новым тестом отрицательный тест, он стопроцентно отрицательный. Полоска может появиться одна, но здесь, внизу. Это значит тест недействительный. То есть, в принципе, неправильно, не хватило ротовой жидкости, либо, соответственно, вы пролили из бутылочки реагент, который должен проявиться. И если тест две полоски, то тогда к Ивану Сергеевичу. Сразу. Тогда к Ивану Сергеевичу за консультацией. Потому что, как сказала Анна, это может быть и результат ложноположительный. То есть, в данном случае нужно подтверждение непосредственно теста уже других, которые дадут уже более точный ответ. Сергей, нужно еще, наверное, объяснить, что такое положительный и отрицательный в контексте тестирования. Да, действительно, потому что вот возникла ситуация, есть такая версия, что когда у аптекаря спросили, у провизора спросили, соответственно, как определить, а если у меня положительный, но положительный хорошо, значит, положительный. Положительный, ну, видишь, хорошо. Ну, что ж, я предлагаю эту порцию аплодисментов адресовать Наталье. Наталья, вы участвовали в акции по самотестированию в Гомеле. Вот насколько охотно гомельчане, жители региона подходили, интересовались, ну и, конечно, проходили тесты. Ваши впечатления? Ну, радует, что люди не безразличны к своей жизни, к этой проблеме. Они хотят, хотят узнать, хотят жить спокойно, хотят знать, что сделать, если вдруг. И поэтому эта образованность их радует. И то, что мы приехали и встретили такое большое количество людей, это тоже радует вдвойне. Так что спасибо, Гомель, за прием. Людмила Анатольевна, как давно в аптеках Гомеля, Гомельской области, появились первые экспресс-тесты? Ну, первые экспресс-тесты появились в мае этого года. В начале мая этого года мы заказали первую партию. Она была небольшой, 100 всего лишь штук. Всего в одной аптеке Гомеля? Нет, нет, нет. Мы раздали эти тесты. Конечно, спроса на них не было, поэтому мы раздавали самостоятельно в своей аптеке. В более крупные, в начале более крупные и в центре города расположенные. Потом, конечно, дополнительно в остальных районах города они появились. Но, как показывает практика, в основном тесты почему-то пользуются спросом в центральных частях города. Аптеках, расположенных в центральных частях города. Хорошо. Но вот эта пробная партия, она уже, я так понимаю, была раскуплена. Сейчас тесты появились во всех уголках Гомельской области и в районных центрах. Да, конечно. Они появились сразу же, потому что аптеки брали небольшое количество. Мы говорили с вами уже на одной из передач, что это изделие медицинского назначения, которое имеет свой срок годности. Поэтому, конечно, количество были небольшими. На сегодня мы уже закупили где-то около полутора тысяч штук. Ну, в том числе для лечебных учреждений. Для аптечных организаций это где-то 700. И реализовано на данный момент, по данным наших статистическим данным, около 400 штук. Это в городе Гомеле и регионах. Людмила Анатольевна, ну вот, насколько знаю, такой экспресс-тест стоит в районе 6 белорусских рублей. Много это или мало, как считаете? Готовы ли люди платить за тест такую сумму? Ну, вы знаете, 6 рублей, много или мало, наверное, я бы так не оценивала. Это правильная цена, сформированная, согласно всем нормативным документам. И, вы знаете, ведь когда мы говорим о приобретении теста и собственном здоровье, порой люди гораздо больше денег тратят на такие вещи, которые вредят здоровью. И оценивать... Недавно на днях обратился гражданин к нам. Хотел пройти тест на ВИЧ. И у нас, естественно, можно его сделать бесплатно. Но он волновался, что получит положительный результат. Поэтому он обратился в аптеку, приобрел аптечный тест, получил отрицательный результат, принес его нам показать, что он такой смелый, и пересдал еще раз у нас по крови. В Минске, когда начали продавать в аптеках тесты на прошлой неделе, сразу же появились такие результаты. Когда люди приходили с отрицательным тестом, фу, ну теперь я у вас дам. Слушайте, а я вам скажу, я часто, когда иду куда-нибудь на праздник или день рождения, ну я дарю какой-то подарок, и дарю еще тест на ВИЧ, и люди от радости шалеют. Потому что тихонько потом они обязательно это сделают, хотя мне-то зачем? А потом раз себе тихонько и радуют. Понимаете, это такая радость, когда ты видишь одну полосочку, что порадуйте себя обязательно раз в году. Кстати, я думаю, что сегодня вместе с Юнейтс в Беларуси мы порадуем всех участников ток-шоу, и ваши коллеги и помощники всем желающим передадут экспресс-тест бесплатно. Прекрасно. Вы не против? Мы только за. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще один опрос гомельчан в тему разговора прямо сейчас на ваших экранах. Давайте посмотрим. На ВИЧ можно провериться в больницах, в поликлиниках, и можно в аптеках сейчас купить специальный тест на ВИЧ и провериться самому в домашних условиях. Скажите, как вы думаете, насколько эффективен метод самотестирования? Ну, насколько я знаю, там 99, там вот так вот процентов слышалось. Тест на ВИЧ, ну, насколько я знаю, в любом медицинском учреждении, если там нет, то вас куда-нибудь обязательно направят. А вы слышали что-нибудь о самотестировании? Нет, вот не слышала. Не слышали, да? То, что можно самостоятельно провести самотестирование. А как вы думаете, где? Мне кажется, это сложный анализ, и это достаточно такое длится. Ну, мне кажется, это не стопроцентную гарантию до самотестирования все-таки. Потому что бывает, что даже не показывает вирус с первого раза, люди пересдают. Ну, то есть он может в такой легкой форме протекать, что не узнать. Поэтому самотестирование, ну, я не думаю, что это надежный способ тестирования. А вы что-нибудь слышали о самотестировании? О самотестировании такое есть? Нет, не слышу. Можно ли узнать о болезни самостоятельно, без помощи врачей? Ну, возможно, есть какие-то тесты, я не в курсе. Можно, я думаю, прийти в аптеку и спросить. Сейчас очень куча всяких тестов на все. Думаю, на это тоже есть какую-нибудь капельку крови, там добавить что-нибудь, какие-нибудь полосочки появятся. Возможно, я не знаю. Мы находимся, скажем так, мягко в начале большого пути, уважаемые друзья. Ну, а вот что касается программы, то время подводить итоги. Чего не хватает для того, чтобы каждый понимал, экспресс-тест на ВИЧ равно забота о здоровье? Ну, во-первых, не хватает хорошей информационной поддержки, чтобы каждый понимал, которая, в принципе, и нужно учитывать, что это будет игра в долгую. Так? Лишь только тогда что-то может измениться. Вот ожидать мгновенных сразу вот раз, и все будет прекрасно, увы, нет. Так? Для этого нужно много и, извините, трудно работать. Людмила Анатольевна. Ну, я, наверное, соглашусь. Действительно, нам не хватает пока времени. То есть очень малое время. Вот такая хорошая информационная поддержка идет. И компания. Потому что заметно, как только проходят какие-то передачи и появляется дополнительная информация, то, соответственно, возрастает и спрос на тесты в аптеках. Это очень... То есть мы поможем дореализовать остатки в аптеках и закупить новую партию? Я чувствую, что да. Наша средняя коммерческая. Конечно, конечно. Ну, у нас их достаточно. Ну, и, конечно, вот необходим вот этот осознанный подход к своему здоровью, забота о своем здоровье и здоровье своих близких. Иван Сергеевич. Я думаю, что надо еще приблизить информацию. Мало того, что она висит где-то на далеких стендах, бигбордах. Можно охватить еще остановки общественного транспорта. То есть ближе к человеку там, где ему есть время почитать. Светлана. Вы знаете, мне кажется, к Ивану Сергеевичу, когда приходят люди, вот ему доверяешь. Мне кажется, те, которые... Пациенты попадают вообще к нему со своими страхами. Вот мне... Вот какой-то вы очень положительный. Правда. Спасибо. Просто так приятно, что я хотела с вами... Нет. Ну, это просто. А теперь о главном. Просто не могу. Я всегда люблю говорить людям при жизни, если они вызывают какую-то доверие. Ну, в хорошем смысле слова. Нужно не лениться и тем, вот мы с вами, каждый из нас, каждый из вас, кто сидит в студии. Пожалуйста, расскажите. Потому что, может быть, именно вы спасете. Может быть, именно с вас все это начнется. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии, на Пушкина 8. И в завершение музыкальный подарок от очаровательной Натальи Томелло. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты, как глоток воды, жажду утоли, а потом пусть будет, что будет. Я брошу слову твой, прямо с головой, ведь я вижу там тебя. Твои глаза, твои глаза, они горят небесным светом, они прекраснее всех на свете. Никогда, я никогда не позабуду счастья, ласки, хоть это было словно в сказке. Навсегда, твои глаза. Ночь в комнате опять, мне не устоять, я не знаю, как не сказать. Пусть будет всё сейчас, пусть горят для нас эти две свечи, они. Твои глаза, твои глаза, они горят небесным светом, они прекраснее всех на свете. Никогда, я никогда не позабуду счастья, ласки. Пусть это было словно в сказке, навсегда в твоих глазах. Никогда. 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 Я никогда... Твои глаза, твои глаза Они горят небесным светом Они прекраснее всех на свете Никогда, я никогда Не позабуду счастья ласки Пусть это было словно сказки Навсегда Твои глаза, твои глаза Твои глаза Они горят небесным светом Они прекраснее всех на свете Никогда, я никогда Не позабуду счастья ласки Пусть это было словно сказки Навсегда Твои глаза Твои глаза, твои глаза, твои глаза Твои глаза, твоя милая Твои глаза, твои глаза, твоя милая Корректор А.Егорова Твои глаза, твою глаза, твоя我覺得 Это субтитрум, твоей цеолище Он отбудил тебя по-ручке